И всем привет, ребят, с моим Стрыванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня мы в очередной раз находимся на новых замечательных пушках, и я сегодня впервые за долгое время, не знаю, когда-то вроде было такое, что я Мишу звал на видосы, но впервые за долгое время мы сегодня с Михаилом поиграем на новых выданных пушках Скорпион. Михаил, поздоровайтесь. Друзья, всех приветствую на канале. Да, сейчас будем пикаться, я думаю, что мы сыграем одну матчмейкинговую катку, то есть ничего такого сверхъестественного, постараемся показать, ну, какой-то интересный геймплей на этих пушках, какую-то командную работу, все-таки мы с Мишей на протяжении долгого времени играли в тандемах, к сожалению, сейчас уже у нас тандем турниров нету, поэтому что-то, что-то сейчас попробуем посуетим. Миша уже одну каточку на этом замечательном Скорпионе сыграл, я тоже одну сыграл. Примерное понятие, как он работает, есть, поэтому сейчас будем что-то пробовать показывать. Мишанечка, работаем? Конечно, все зависит, конечно, от формата, эта пушка, как по мне лично, больше, наверное, вот по первым числением подходит все же для тех форматах, в которых прям ребята там стоят прям в большом количестве, допустим, флаги, где-нибудь прямо если накидывать на базу противника, особенно когда там ребята минируются, либо осада, либо джиггернау, то есть такие варианты очень довольно неплохие будут для этого вооружения. Бодричочень, 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 я уже работаю, работаю, до 2 кила, сигналу. Давай, давай, я тогда пока адеф отыграю, потом, может быть, прикрою по деду. А, еще, еще флаги, нет, просто красив, можно кидывать. А ты, ты понял? С кризисом ваншоты летят? Да, да, по викингу сферам безданки, да. А, фигеть, а я не знал, я не знал, что... Ну, я с бюстерами играл, и в принципе уже урон залетал хороший. Офигеть, так это им валюта. Давай, увози, я поцархуюсь. Мазархолочь, мазархолочь. Нам было бы, конечно, неплохо реализовать эту пушку, как тот же Магнум какой-нибудь, в виде большой дистанции реализовать, но мы играем, как на жигах фризах и зитах молоках. Не, ну так, ну так, ну так, вперед и все. Она все задумана на большие дистанции, чтобы прямо красиво накидывать. Так, ну я попробую светить по кому-нибудь там, по-хорошку, может быть, сейчас накинем. Заходим, делаем красивый контент. Ой, хорячка, я разобрал. У нас только флаг забирают. Ложучки, ядка прямо на право фланге. 2-3, ой, я перевернул их у паладинчика. Просто, ну сила, кстати, и воздействие тоже неплохая этой пушки. Можно противничков. Боя, но в аркадном режиме оно прям очень бодро. Мне нравится, что это. Мне тут тоже идут в видеоролике. Об этом сказал, что именно на скидку выстрел как-то интереснее смотрится, чем именно сам эффект сведения Мехтаника. И по ощущениям они чуть-чуть быстрее сделали перезарядку, и та, которая была в гонке вооружения, она была чуть подольше. Ну не знаю, может, текарь. Скорее всего, потому что мы прокачали пушку. А, ну. В гонке вооружения, по-моему, наверное, МК-7 там себя. Ага. А может быть, я путаю. Давай, я чищу, чищу базу. А, сука, промазал. Ну, я залечу сейчас на кризисе, накидывай просто. Кризик на тебя поехал. Я подбирать буду. Давай. Ну, еще сейчас оверочка будет, можно втушить нормально. Давай, пытаясь направо. Давай, давай, давай. Ты же встреча. Газу, газу, газу. Я уже без аптеки. Да, да. Оп, хорошо, вроде улетел. Старковка! Нормально все. Марифлаг ушел, прыгает уже. А, блин, я 0 хп. А мне сейчас, наверное, вернет фриз. Расплат катается, да. Мы вернулись. Разобрал еще и прыгать. Будет, смотри, может быть, не кинешься. А, по проценту, это парень спит. Удор! Воздухе, да, хорош. Хорошая. Да, ты не должен, вроде, наше уйти. Парховочку. Подгромнику покидаю. Бак налево уходит на широкий. Нет, нет, на центр прыгнул, прыгнул. Про это наш везда. Да, вот 1800. Ба, убивай, жаль. Не, у меня слили уже. У меня есть овер, тогда. Утушить. Я верну, верну сейчас. Да. А где наш тумайк? А, он должен поставить в туннеле был. Я его подстрахую, которые могут вернуть. Нормально. Должны ставить. Давай, 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 давай. Котовщую возить. Давай, я оверху втушуюсь еще. Подстраховочку сделаю. На центр, я без аптеки. Давай, я втушил. Давай, давай, ты гид. Подобрать надо. На нас подберет. По 6 тысяч. Вы не успеешь. Бесплэш еще есть, да. Подвергаем урон, конечно. Очень немножко. Хороший. Ну, пока резистов нет. Мне интересно, что потом будет, когда резисты пояс в нашей игре, они скоро появятся. Из-за кристалла, самое интересное. Если честно, я думаю, что не такое большое количество игроков будет на ней играть. Вот если честно. Потому что, ну, она не суперсильная. То есть, это не... Как я вот в пример приводил, это Тесла с замедленными шариками, как на Титана Теслах можно было стоять. Ну, типа, это не такая пушка, что ты можешь прям жестко что-то творить. Такое прям безумное. А мне почему-то кажется, что заходишь на карту, когда появится возможность за кристаллику купить, и у тебя просто стоит как 5 шафтов, либо 5 магнумов, и просто с этой пушкой играют. Ну, не знаю. Тем более, играть на магнуме гораздо тяжелее, чем с этой пушкой. На этой пушке достаточно свистеть, и ты уже на большие дистанции попадаешь. На магнуме нужно прямо наизусть знать траектории, силы удара и так далее. То есть, механика у них гораздо упрощенная. То есть, так как магн, наверное, 2-0, с механикой, как и у Гаусса, с Райкера, я не знаю. Не, ну, в теории, наверное, да. Но, не знаю. Мне кажется, что эта пушка просто не будет привлекать большое количество игроков. У меня есть такое ощущение. Но она вообще с крейсом супер смотрится. Таким уровнем на выстрел. Особенно, когда-то достаточно просто еще на дистанции накидывать. А, ну и еще имба в том, что... О, найс, залетел. Хорош. Имба еще в том, что ты только на миллиметр должен поймать сводку, и даже если за стенку завязал, ты все равно ему накидываешь. Вот это тоже очень сильный прикол. То есть, механика реально упрощенная. Но это может быть первое время так будет пока там. Еще не так много ребят играет в дальнейшем, конечно. Чем больше будет актуальность этой пушки, будет механика усложняться. Ну да. Ну, может быть, устройство будет интересных. Может быть, устройство будет, которое направлено на ближний бой. Не, устройство точно будет на ближний бой. Я вот просто думаю, что, может быть, они еще сделают как стесла. Тесла же, когда только вышла в раннем доступе, она тоже была сильная. А потом ее начали нерфить, нерфить, нерфить. Может быть, ее тоже будет. Вот так зачастую и происходит, да. Надеюсь, мы успеем поиграть на том магнуме, который еще и магнуме. Мне почему-то эта пушка, по большей части, напоминает магнум. Очень часто путаю. Мне, блин, вылетело слово изглубление. Что хотел сказать. Хотелось бы сыграть на этой пушке, на основном аккаунте еще в тот момент, когда ее не понерфить. Потому что чувствую, к выходу ее могут реально очень сильно занерфить. Ну, да, когда она будет доступна. В теории, может быть, да. Так, у меня сейчас будет хор-овер. Накадочка довольно простая. Здесь, конечно, особо нигде не посводишься, из-за того, что карта небольшая. Но так, пички вкусно залетают. Силан справа, стоять вообще красиво можно. Как раз есть у нас специальная преграда, которая позволяет и за укрытием стеки сводиться. Мой звук тоже такой бодриковый. Да, да, да. Накидочка плотненькая. Такого свинца жесткого максимального. Так, твинтик там правил. Наши вроде ушли. Ой, хорошо. Ушел почти верно. Я пока на базе разбираюсь. Да, еще бы аркадным был бы тоже сплэш. Был бы как гром жесткий. Аркадный вроде бы есть сплэш. Нет, нет. Он просто не огромный. Есть, да? По-моему, да. Я, по-моему, замечал. Достаточно просто подехать к стенке и попробовать. Тренинг по себе. А нету. Может быть, с устройством будет. Может быть, да. Будет устройство. Ну и на дальность урон не падает. Это тоже немаловажный факт. И самое интересное, в скидку выстрел летит не как у грома и смоки, да? Ты стреляешь, и противник может вернуться на легком корпусе. Тут прям мгновенно попадают по нему. То есть, это механика подобная старому грамму смоки. Нет именно самого полета снаряда, грубо говоря. Он есть, как бы, но он очень шустрый и быстрый. И ты не замечаешь. Самого медленного снарядика, который не даст рюдо викинга, потому что на дистанции, там, не знаю, 100 метров от тебя. Лит 6 киллов за полбору. Нормально. У меня, конечно, много проседает тут, пачка. А, ничего страшного. Я в гонке вооружении сыграл, наверное, две или три катки тут. То же самое. Пару бит сыграл, где ролик записал на стримчиках, конечно, мы тоже поиграли. Ну, там, конечно, все было понятно. Так, викинга молотно справа, на вердрайвике. Блин, ну смотри, вот я стою, короче, здесь, слева, там, где раньше голды падали на тишки. И в базу тушу, и залетает четко. То есть, в принципе... Да, а я справа стою, там, где голды падали, так же свожусь по ребятам, еще и за крюки прячусь. Ну, вот, в принципе, значит, и если так посмотреть, то и не такое большое, как бы, расстояние, и все равно, как бы, сводка залетает. Я думал, что будет еще меньше. Так, хорошо. Так, у меня есть оверка, залетаю. Давай, я тоже с вердрайвом, но хотя бы, как еще появится. Я давай с тобой, можем прямо вдвоем на вердрайве Пашу, 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 Хантер, 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 Хантер. Иду флаг. Вдруг, конечно, безумный. Облака, давай возить туда. Там с тобой, конечно, бой водится. Ну, у викинга может салили. Она нас викинг увозит. Соверка. Вправо, вижу. Можешь слить меня. Разобрал, вернет. Интересно, я успею. О, полетела. Навский. Давай, 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 сутри, загрязи, загрязи. А, чуть-чуть задалеко, блин. Она полетела дальше. Офигеть, там 4 или 5 типа стояла. Если бы сейчас бы залетела, можно было бы в сахар, но я захожу. Рикошета старючат. Давай тоже слех. То есть, получается, в ближнем бою приятно играть. Не как у магнума, ты отдаешь противнику урон и по себе там получаешь полторы тысячи. В этом плане, да. Играться можно спокойно. В этом плане, да. В принципе, будет прыгать сейчас флагом. Ну и урон тоже такой хороший, бодрячковый. Ну еще и с Крисом, конечно. Пока мне нравится. То есть, на магнуме, допустим, после времени перестал играть. Как-то не так часто играете, можно свыкаться к физике, новой мехтанники. А тут как бы упрощенный вариант довольно. Очень реально простой. То есть, на речках очень пушка подойдет неплохо. Ну и если тебя кто-то, например, бесит, сдалека кто-то стоит, там кемперит. Ты ему бакс водочку красивую. Опачки. И все. И там он даже если... Есть такой момент. Прячется там за укрытием и еще что-то. Все равно залетает. Да, на больших расстояниях, конечно, упрощено. Так, ну что, друзья. Я думаю, что одной каточки нам хватит. В рамках видоса, в рамках возвращения Миши на нашу канал, я просто честно не помню. Когда-то мы точно что-то записывали с Мишаней на видос. Это, наверное, было камень. Мы играли на Куваладах, по-моему. Это на мой канал, по-моему, было, я помню. Мне кажется, мы какую-то еще гонку вооружения играли когда-то. Давно. Но ладно. В общем и цело. Комментария, когда мы там играли с Пуня. Да. В общем и цело, друзья. Обязательно. Поддержите видос лайком. Напишите, что вы думаете насчет совместных видеороликов с Мишей. Потому что мы на протяжении долгого времени не записывали. Возможно, вам интересен есть какой-то определенный контентик. Напишите в комментариях. Ну и поддержите видос лайком. Если подобный видос зашел вам как минимум. Плюс подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. На Мишанин канал, конечно, тоже будет ссылочка в описании, если вдруг кто не знает. Мишанин тоже как бы оставлю. Переходите, поддерживайте. Сейчас что-нибудь на его канал тоже запишем интересное. Возможно, когда вы смотрите этот видеоролик, там уже видос тоже вышел, и я даже прикрепил ссылку на него в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok